В Самаре проходит 21-й областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Он состоит из двух этапов. Вчера водители выполнили теоретическую часть, тест на знание правил дорожного движения, а сегодня скоростное маневрирование на автобусах разных классов. В Самаре временно ограничили движение транспорта на участке от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького. Это связано с работами на теплосете на улице Красноармейской. Повреждения выявили во время регулировки после ремонта коммуникации от Самарской ГРЭС. В областной столице открыто движение трамваев по улице Новосадовой от улицы Нововокзальной до Барбошиной Поляны в оба направления. В Самаре обновляют дорожное покрытие на улице Аменева. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик укладывает около 8 тысяч квадратных метров асфальта бетона в границах Московского шоссе и улицы Новосадовой. Количество рейсов из Самары в Минск увеличили до двух раз в неделю. По вторникам самолеты вылетают в 15.40, рейс в Самару отправляется в 18.15. По субботам вылет из Самары запланирован на 11.40, а в столицу 63-го региона в 22.20. Защитника крыльев Советов Александра Солдатенкова вызвали в сборную России. Он примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды. Сборная России проведет два матча на выезде – 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. Более 25 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа. Специалисты подчеркивают, что делать прививки необходимо именно сейчас, так как рост заболеваемости вирусами приходится на конец октября-ноябрь. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно организовать питание школьника. Ребенку необходимо есть не менее трех раз в день. Рацион должен содержать необходимое количество белков, жиров и углеводов. Раз в 2-3 дня рекомендуется включать в меню рыбу и кисломолочные продукты.